Политика это грязь, но я не думала, что до такой степени. Учредитель благотворительного фонда Вера Нюта Федермейсер сняла свою кандидатуру с выбором из Гордуму. Об этом она написала в фейсбуке. Федермейсер баллотировал в 43-м округе, где ее соперниками должны были стать сотрудницы фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член партии Яблоко Сергей Митрухин. Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, озлобленными и, главное, лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми. За эти два месяца были и обвинения в том, что фонд Вера стал теперь жить за государственный счет, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка. Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени. Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи. Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о палеотивной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальной, Соболь, Федермессер. Я готова биться за больных и умирающих, за бесправных, необезболенных, одиноких стариков, забытых на панцирных койках, безвестных богоделин. За них готова, за себя нет. Я вымотана эмоционально и все время болею. Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее. Видимо, броня Соболь крепче. Я все же предпочту отдавать себя не борьбе, а помощи. Я все равно постараюсь сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства, данные фондом, которые выдвинули меня в депутаты. Это и программа по сопровождаемому проживанию в Москве, и помощь Лизе Алерт в поиске пропавших, и реформы в ГУП Ритуал, и в работе московских моргов. Я по-прежнему рассчитываю на поддержку правительства Москвы по социальным вопросам. Прошлой осенью Федер Мессер вступила в Общероссийский народный фронт. В оппозиционной среде ее обвинили в коллаборационизме. Критика усилилась после того, как полтора месяца назад Нюта объявила о своем участии в выборах Мосгурдуум, причем в том же округе, где собиралась баллотироваться Соболь. Заявление о выдвижении обе претензионки сделали фактически в один день. В фонде борьбы с коррупцией Федер Мессер посчитали кандидатом-спойлером, которого мэрия использует, чтобы не пустить в Мосгурдуму оппозицию. Навальный призвал Нюту отказываться от участия в выборах. Сам она заявила, что не является конкурентом представителем МБК, работают они в разных плоскостях, и она не за власть и не против власти, а Мосгурдум идет, чтобы сделать ее человечной. Федер Мессер искренне не понимал, что вся эта кампания будет жестокой и грязной, считает политтехнолог Абаз Галямов. У хороших политтехнологов есть такое правило, если клиента можно отговорить от участия в выборах, это надо обязательно сделать, потому что многие из тех, кто недооценивает степень жесткости политики, они ломаются в ходе избирательной кампании. То есть они регистрируются, начинается кампания, на них выливают ушат и грязи, совершенно незаслуженно, очень часто, и люди просто ломаются. Такое случается довольно часто, поэтому политтехнологи говорят, что на выборы должен идти только тот человек, который спит и видит себя в политике. В случае с Федер Мессер, очевидно, это не так. Для нее политика – это всего лишь инструмент в решении тех проблем, которыми она занимается, и поэтому она не справилась с этой психологической нагрузкой. В общем-то, это была ошибка стратегии Собянинского штаба, когда они уговорили ее. Очевидно, что они ее уговаривали. Но говорить, что она потерпела к поражению как политик, я бы не стал, потому что она и не была политиком пока, до сих пор, во всяком случае. То есть она заняла политической жизнью, ну, месяц или два назад, когда выяснилось, что она идет против Соболь, но тогда она стала политическим фактором. Еще не исключено, что еще 2-3 месяца ее будут использовать как аргумент против Соболь. В ходе кампании против Соболь, да, власти Федер Мессер, как, так сказать, невинная жертва злобных радикал-либералов. Сама она может уйти, но на знамени Алькин Навального она еще долго может красноваться. Абаз Гарема, Любовь Соболь поблагодарила Ньюту Федер Мессера за отказ от участия в выборах. 43-й округ, который включает приезд, Ньюарбат и Хамовники, традиционно считается оппозиционным, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но, по идее, вообще избиратели останутся дома или будут голосовать за какого-то другого оппозиционного кандидата? Ну, опять же, многое зависит от того, как будет вести избирательная кампания, насколько удачно, насколько, в принципе, круг сторонников Федер Мессер. Пока я думаю, что вообще большинство избирателей самых разных глядов набереваются остаться дома и интрига в том, обнаружили они себя неожиданно или забили себя на избирательном участке на фоне августа-вскоро-зентябрьского разогрева или все будет привычно, вяло, без серьезного увлечения избирателей. Михаил Винограда выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.